это 11 утра ура, мы наконец-то на выставке охоты и рыболовства на Руси мы добрались сегодня будет не день, утро но посмотрите, сколько здесь народу и какая добрая, хорошая, дружеская атмосфера мы сейчас тоже походим все изучим, все внимательно осмотрим все расскажем а, кстати, дети уже куда-то, видимо, избежали не избежали, а подарки получать пошли я изначально спрашивала, какие уже, например, только бирюзовые пачки но мне достали по-другому ищем 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 Прям как глианты. Не, ну правда, как прям кольца. Дорогой. Подари мне ликун. Ча-да, че есть, Никитик? Да, ты что? Спасибо. О! Но шутки в сторону. Я пришел с серьезным настроем. Прежде всего, изучить новинки в своей любимой теме. В мормышинге. Что же это такое? Новиночка от компании Nautilus. Называется Nautilus Ant. Если посмотреть к ручке, приглядеться. На кого она напоминает? На кого? На Crazy Fish Nano Zero Carbon. Это будет их, я думаю, конкурент будет. На рынке. А сколько стоит? А вот сейчас мы узнаем. Ну, вот это новая Crazy Fish. Да. То есть, она очень похожа, да? Да, она практически лентичная. Также в двух вариантах исполнения до 2,5 грамм. Ну, это тут самая младшая, да, получается? Да, это самая легкая. А вторая как раз до 2,5 грамм. Построже, да, получается? В отличие от 1 на 0? Да, да, да. Вот серединка более жесткая уже. Более такая нормативная вершинка. То есть, тут уже будет немножко фигурдом. Давайте, пусть сажем. Да. Ну, при этом, она уже нечего. Да, в районе 6 тысяч рублей. А она уже нечего. Она ожидается ближе к 1 месяца. 1 месяца, да. А это еще один конкурент на Anazero Carbon. Спиннинг Серебряный ручей. Что ты тут нашел? Так, свою тему все смотрю. Очередной аналог. Да, да, вот от 0 до 1,2 грамма. 12 тысяч. Вот она. Сколько? 12 тысяч стоит. Она ближе по характеристикам Crazy Fishing. Хочется отметить, что на выставке все больше стендов с отечественными компаниями или даже умельцами. Если раньше народ тянулся грандом, а гостям из регионов было одиноко, то теперь ситуация кардинально изменилась. При нас, например, посетитель выставки купил сразу 100 самодельных мантов. Молодец! У нас детская рыболовная охотничья программа с разным количеством времени. Неделя, две, либо три. От 8, от 10 или от 12. Что нужно отказаться? Весоружка, реально. Душа, у меня крючится все. Делаем мы это в Подмосковье, в Садельцовский район, деревня Ликино. Там у нас находится производство. Мы делаем разные изделия из металла, в том числе и для рыбалки какие-то такие подарки для любви. А сколько такая стоит примерно? Вот это стоит 25. А из чего она? Она полностью из металла, то есть полнотелый металл. А крючки? Видите, крючки, польцы, все это все. Наш самый юный рыбак пошел в разнос с первых же секунд. Спасибо участникам выставки, которые одаривали его. Иначе истратился бы. Вот что мне опять-то подарили. А мне ничего не дарят. И тут продают. Все, только отпустили, по-моему, деньги пошли. Что ж, что ты покупаешь? Я хочу купить вот эту тварь тушку. Я сейчас хочу покупать эту мышь. Зачем? Чтобы плавить на нее. Для традиции каждый раз новая заводная. Знаешь, на окуне лучше взять вот такую вот. Вот такую вот очень хорошо на окуне. Вот, сколько стоит тебе подарок? Спасибо. А мне покупку? Да, мне покупку. Положите? А, льдают, я туда же положу к нему. Вот, смотрите, у нас... Ой, три штучки взяли. Давайте. Вот такие вот. Будем пробовать. Пожалуйста, конечно. Что у нас, кстати, вот... Да, отлично. Давайте, посоветуй тебе что-нибудь. Вот такую. Такую вот вам посоветовали уже. Очень хорошая лучка. Да, ну, доброе, это все. Теперь. Вот, у папы таких нету. Самое уловистое положение положили. У папы такой нету. А у тебя есть. Так что все. Так что все. А почему у вас вот такая приманка? Сын для мамы покупает пуплаву. Сейчас всплакану. Пакет, если его пуплава маленький будет, да? Да. Пятьсот. Мне подарили за то, что я там вытащил рыбу на аппарате. Вот такую лягушку. Ну, мы и ни разу не уходили с этой выставки без лягушки, согласись, да? Нет, вот в прошлый раз. И вот такие вот приманки. А тебе? А я снова купил что-то. Что это? Подарок. Кстати, помните, резина бирюзовая, которую я покупала? Во, в прошлой выставке. Это та же фирма. Та же фирма? Да. И тут, конечно, нужно упомянуть, что более-менее крупные игроки рыболовного рынка тоже представлены. Это и браун перчи, максимус, и волжанка, и многие-многие другие. Это и браун, и огромная акватория, брановый. Умер, имеет название огурец, попадает под нашу. Некоторые даже устраивали акции, которые вызвали неимоверный ажиотаж. Раздать 600 кг прикормки, как он такой. Один, два, три, четыре, четыре. Фу! Ура! Поехали, друзья! Итак, 600 кг. Да, да, никто ничего не берет. Да, да. Так, все, вот сюда мы. Давай, я буду убирать. Так, не убирать, я бегу. Это комната, вы. Вам гранула или что? И на этой необычной ноте можно было бы закончить. Но нет, нужно ведь что-нибудь для души. Вот самые топы с топом. Белый. Моторка. Форейн тоже можно ловить, если навеска маленькая. Мазка, да? Карась. Белый, да, красный, да, черный. Кстати, тоже иногда почему-то любят рыбу. Черный матрик вообще. Черный это, если жара, солнце, там глаза светятся, лепнешь. Кощей бессмертный со златом уйдет. И все домой? Нет. Еще. Завершаем мы наше путешествие по выставке охоты и рыболовства на Руси. Уже все устали. Отчет вы только что посмотрели. Увидели, что нас интересует. И общие какие-то моменты. А что хочу отметить? Особенность этого года. Наконец-то производители услышали нас, любители мармышинга, и привезли достаточно много и спиннингов, и различных приманок для мармышинга. На этой выставке было немало известных компаний. И что интересно и отрадно, очень много компаний из регионов, небольших, которые чуть ли не самодельные какие-то снасти привезли. И к ним очень большой интерес у публики. Все, везде куча людей просто. И все что-то покупают. То есть это действительно кому-то нужно. Ну а мы завершаем наш поход на выставку. Всем удачи на рыбалке!